В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Ход строительства школы на полторы тысячи мест в ЖК Восточное Бутово проверил глава Ленинского округа Станислав Катаров. Школы высокой степени готовности за завершающим этапе. На территории жилого комплекса Зеленой аллеи состоялось собрание жителей с представителями администрации муниципалитета и компании застройщика. В настоящее время заказан материал, определен подрядчик. Поставка материала будет самая последняя партия к концу сентября. В перинатальном центре состоялось летнее мероприятие, посвященное Всемирной неделе поддержке грудного вскармливания. Это мой первый малыш, я пришла узнать о грудном вскармливании. В жилом комплексе Восточное Бутово проживает более 30 тысяч человек. В микрорайоне функционирует поликлиника, пять детских садов и одна школа, которая работает с превышением мощности более чем в два раза. Детям приходится учиться во вторую смену. Поэтому открытие второго образовательного учреждения станет долгожданным подарком к новому учебному году. Код строительства школы на полторы тысячи мест в ЖК Восточное Бутово проверил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. На данном этапе завершаются отделочные работы в коридорах, рекреациях, спортивном и актовом залах. Просторные и светлые классы с большими окнами уже оснащены всей необходимой мебелью для учебного процесса, главное преимущество которой – парты и стулья с регулируемой высотой. Параллельно приводятся в порядок и прилегающая территория со спортивными объектами. Представитель школы высокой степени готовности за завершающим этапе. Идут пусконалочные работы, завершение отделки, благоустройство, последние штрихи, так сказать. В середине августа застройщику будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию и образовательное заведение будет передано в муниципалитет. А 1 сентября школа будет открыта для учащихся. В микрорайоне Зеленой аллеи состоялось собрание жителей с представителями администрации муниципалитета и компании застройщика. Какие вопросы обсудили на встречу, узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. Жители микрорайона Зеленой аллеи столкнулись с тем, что при облицовке фасадов жилых домов были использованы некачественные материалы, а также нарушена технология строительства. Вследствие чего стали отваливаться панели, которыми отделаны стены. Для того, чтобы устранить недочеты предыдущих строителей, люди обратились в администрацию Ленинского городского округа. Первый вопрос был касательно, когда поставят плиты для замены. Очень важный вопрос касается утепленных балконов, потому что жители утеплили их за свой счет. И очень много балконов и утеплителя отмокло, повылетало. В срочном порядке исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Владимир Иванов, представители администрации и новая компания-застройщик, которая взяла на себя ответственность за проведение ремонтных работ, выехали на место, чтобы на общем собрании с жителями обсудить сложившуюся ситуацию и предложить пути решения вопроса. В настоящее время заказан материал, определен подрядчик. Поставка материала будет самая последняя партия к концу сентября. И работы планируем устранить до нового года полностью, замену всего фасада 100%. В тех цветовых решениях, которых он выполнен сейчас, только это будут новые элементы, новые панели. Компания-застройщик взяла на себя обязательства и полностью профинансирует все ремонтные работы. Будет демонтаж панелей ЦСП, которые установлены, будет их замена на негорючий материал. Проверка будет направляющих, которые устанавливаны на подсистеме, и крепежи, и заклепки. И повторный монтаж утеплителя, если это потребуется. И монтаж вот этих навесных панелей. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В вашей квартире отключили свет. Электричество в доме может пропасть по разным причинам. Рассказываем алгоритм действий, как их отличить и куда обращаться. Среди возможных причин отключения – превышение допустимой нагрузки, неисправность электроприборов, короткое замыкание или обрыв проводки. Для начала проверьте щиток. Возможно, повреждена линия, которая отвечает за отдельную розетку или за всю квартиру. Отметим, что еще одна возможная причина отключения электроэнергии – долги за коммунальные услуги. Тогда нужно оплатить за должность и уведомить управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Если электроэнергии нет не только в вашей квартире, а во всем доме – причина в плановом отключении или аварии на сетях. Сообщить о происшествии можно по телефону 112. В перинатальном центре города Видное состоялось летнее мероприятие, посвященное Всемирной неделе поддержки грудного вскармливания. Пациентки получили информацию о пользе грудного молока для иммунной системы ребенка и о том, как кормление укрепляет эмоциональную связь между матерью и малышом. Для жизни ребенка и здоровья первое и самое главное – мама, ее тепло и, конечно же, грудное вскармливание. Мероприятие в рамках недели грудного вскармливания необходимо для информирования женщин о его пользе для здоровья ребенка. Также это возможность задать интересующие вопросы врачам и обсудить тему с другими мамами. Некоторые из присутствующих уже имеют опыт кормления, но есть и те, кто только готовится к этому этапу и нуждается в дополнительных знаниях. Это мой первый малыш, и я пришла узнать о грудном вскармливании. Как не допустить лактостаза, как правильно прикладывать малыша к груди, ну, наверное, это основное. Беседа пациенток Видновского перинатального центра с врачами прошла в уютной дружеской атмосфере за чашкой чая. Специалисты рассказали о приоритетах грудного кормления, правилах и способах прикладывания младенца к груди и пользе молока для здоровья новорожденного. В молоке есть все ферменты для усвоения. Ребенок ничего не делает. В молоке есть фермент, который расщепляет молоко в желудке. То есть молоко попало в желудке, растворилось и только всосалось. По мнению врача-реаниматолога, детской реанимации грудное молоко является жизненно важным источником питания для недоношенных детей. В этом случае использование искусственных смесей может даже нанести вред здоровью малыша. Органы, и в том числе и кишечник, он готов воспринимать именно тот состав молока в срок гистации, в который он родился. Поэтому для нас крайне важно, чтобы мамы сцеживались, кормили своих детей именно сцеженным грудным молоком, а потом уже, когда они подрастут, уже потом идет прикладывание груди и дальнейшее уже, конечно, грудное вскармливание. Центр грудного вскармливания работает в Видновском перинатальном центре уже два месяца. Врачи оказывают поддержку кормящим мамам, помогают им организовать процесс грудного вскармливания и дают необходимые советы. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В рубрике «Афиша» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 3 августа в субботу в Центральном парке с 12.00 начнутся развлекательные мероприятия для детей и взрослых. В программе мастер-классы от видных мастеров и игры с клоуном Алексом. Приходите отдохнуть всей семьей. Также в субботу библиотека поселка Новодрожжино приглашает на кинопоказ с последующим обсуждением фильма «Очень страшная история». Начало в 16.00 – вход свободный. А в 18.00 3 августа на стадионе «Металлург» состоится футбольный матч одноименной команды с клубом «Витязь» из Богородского округа в рамках 17-го тура чемпионата Московской области. Приходите поболеть за наших. 4 августа в воскресенье в Тимоховском парке в 16.00 ребята снова встретятся с клоуном Алексом. Также посетителей ждут летняя мастерская и занятия по йоге. Проведите свои выходные, интересно и с пользой. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.